привет youtube привет сообщества сегодня у нас результаты тестов spider-k military cts 204 пи но это будет дубль 2 объяснение баночек на самом деле если кто понял зачем эти баночки прошу прощения если кто не понял вот сейчас все будет понятно вы меня пожалуйста заранее простите я достаточно сильно нервничаю когда записываю такие видео для меня это очень новый опыт скажем так поэтому естественно я конку информацию что-то путаю что-то где-то чистить где-то чищу скажем так или зачистил поэтому давайте попробуем в этом во всем разобраться и так сейчас идет сериал скажем тогда сериал тестирования spider-k military первым пошла тридцатка в принципе это был пробный шар по большому счету никаких особых ожидания не связывал но она умудрилась меня разочаровать я ждал друг результата совершенно потом был рит с 440 в котором мы проверяли скажем так некую теорию о том что были 440 вина 56 и были 440 вина 58 или соответственно 58-60 про крылу и соответственно должен быть разный результат по факту результаты можно трактовать как угодно мне кажется как и многим другим кажется что в принципе результат абсолютно идентичен плюс минус после этого все изменилось после этого появились баночки прежде чем объяснять почему эти баночки появились я объясню зачем они появились spider-k military m390 в карбоне это редкий и с точки зрения логики не самый правильный нож потому что он стоит очень дорого а ничего особенного под собой не несет особенно на современном рынке 204 пи сейчас есть наличие но скажем так к ней интерес конечно больший потому что она дешевле и есть наличие но тем не менее это все-таки не самое интересное самое интересное вот сто десятка когда ты проверяешь тридцатку 440 ви заведомо предполагая что на каждой 440 ви будет максимум 58 единиц параклела потому что это та информация которую видно из сообщений села на форуме спайдерка села глэссера естественно то вот это архивный материал по сути да а это уже для многих это уже прошлое я с этим категорически не согласен об этом будем отдельно говорить но факт в том что тридцатка сейчас по крайней мере в ее стандартной серийной термообработки это не то что будоражит умы совершенно и вот мы подошли к трем ножам вот эти два это один из немногих моментов когда мы можем сравнить два аналога евро у европу грубо говоря им 390 и 204 пи америку более того карпентер утверждает что это их второе поколение микромелд а это третье поколение беллера какой из них какое это неважно данный момент важно что мы можем это сравнить и главное понять что вот это такое потому что 110 к если взглянуть на ее состав вообще по составу и прочим будем говорить в третьем и финальном видео под это где будет все подытожено состав 110 ки это абсолютный космос и если она отработает на него по аналогии с м390 это будет бомба но спайдерка любит делать толковую термообработку поэтому как она будет никто не знает и вот мы подошли к двум очень интересным фактором во первых сравнение двух железок надо провести максимально независимо максимально ну и главное вот это понять что такое опять же максимально независимо предполагается что м390 и 204 пи и уж тем более 110 они производительнее чем 30 440 в 440 кстати вопросы но тем не менее так предполагается и поэтому мы подходим к баночкам когда проходит тест когда я режу любым ножом я понимаю какая стальная там ноже и у меня сразу заложен некий порог ожидания результата он моментально заложен он как бы это же опыт от него никуда не денешься но так как все ножи имеют разную геометрию и допустим бон коллектор имея на борту d2 проигрывает в чистую х12мф чебуркова почему потому что на мой взгляд разная термообработка и главным образом разная геометрия эргономика здесь ситуация совершенно другая здесь абсолютно одинаковая эргономика и практически идентичная геометрия чуть-чуть разница в сведении есть но она мин минорная а мне не думаешь на сильно повлияет и соответственно как только ты получишь результат на m390 он не просто встанет ориентиром в голове он станет железобетонным забором он встанет и скажет вот все и если допустим 204 пи изначально будет слабее сильно слабее но ты будешь понимать что ты слышу ты не дорезал довольно сильно ты много не дорезал друг мой работой работой а ведь здесь можно напрячься сильнее можно слабее в любом случае можно можно нож пытаться подтащить а можно наоборот чуть расслабиться такой чтобы вот этого не было этого ориентира не было появились эти баночки как они работают 100 резов я не могу убрать из методики никак просто никак это и есть та самая отсечка то есть 100 резов позволяет мне четко понять я устаю на этих 100 резах или они вообще легко проходят и соответственно через 100 резов отмеряется все но вот количество по 100 резов я могу убрать легко что я сделал повторю еще раз в m390 рублевые монетки 204 пи 10 рублевые монетки а вот здесь будут я думаю 2 рублевые монетки то есть даже по весу я не смогу понять что здесь вы не видите сейчас экранчика на котором идет ускоренный процесс тестирования записанной камерой которая висит над тестовым стендом сверху почему потому что эта информация она на флешке она не перенесена на компьютер и по длительности этой информации я не могу понять с какой результат был у этого ножа или у этого даже я этого понять не могу все это делается именно ради максимально обезличенного результата этих трех миль повторю еще раз в принципе это не обязательно когда у ножей разная геометрия но когда у ножей геометрия идентичная это было бы на мой взгляд полезно теперь давайте обсудим непосредственно героя нашего обзора 204 что я могу сказать по поводу этого прекрасного ножа я люблю такие тесты вот это как раз она то есть я не знаю насчет результата я еще раз говорю не знаю но есть ощущение что м390 ой простите вот так вот понимаете вот есть ощущение теперь объясню за что очень по разу первых точилась никаких опять же вопросов никаких опять же проблем примерно точно так же как м390 то есть бывают проблемы яркие ты их чувствуешь видишь понимаешь или наоборот какие-то там вот другие моменты но здесь ничего такого не было вот что было быстрая потеря первичной остроты а после этого совершенно непонятное поведение то есть ты режешь оба мыла нифига себе как там плюс минус там не может быть больше тысячи резов вообще никак это мыло такое откровенное что ты думаешь господи что происходит вообще что у меня канат в песке или что или какой-то дуста или скотч этот малярный наждачка я не понимаю подчет куда мыло следующий десяток идет он просто врезается жрет этот канат понимаете просто жрет и думаешь оба вот это да вот это она идет 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 и вот и это идет чередуясь я уже начал скотч наматывать смотреть что я делаю такого почему у меня здесь мыло здесь это здесь мыло здесь это но есть ощущение что точка касания определяет вот как бы и точках входа в канат ножа она немножко разная всегда из-за этого заходит по-разному но нож последние резы которые я делал я понимал что надо заканчивать все надо потому что ну ты просто он 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 как бы берет тебя за руку и тащит режь скотина режь я могу режь работай такое же ощущение было на 20си 456 зине вот точно такое же я очень люблю такое ощущение потому что это для меня говорит о том что ножик он работает вот не уходит в такое яростное замыление не натягивается так сильно заусенка он пашет 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 это очень кайфовое ощущение по ощущение от работы 204 это вот реальный космос по сравнению с m390 это реально что-то вот такое прям как-то много спросить мне кажется я прошу прощения если кого-то это задело я постараюсь впредь быть выдержание взрослее надо быть выдержание вот примерно такое ощущение примерно так все происходит я надеюсь теперь понятно почему эти дурацкие баночки мне кстати жена сказал а чё баночек покрасивее найти не мог ну чё это такое я как бы в принципе согласен поэстетично да ну как-то как умеем вот следующим будет вот это spider com military cpm 110 и это я абсолютно друзья мои без каких-либо если могу сказать что вот это вот это вот это это последний шанс толковой американской ножепромышленности я кашек сгустил но все-таки потому что 110 к это абсолютный монстр в плане состава это совершенно тотальное чудовище и я очень сильно на это рассчитываю ну вы знаете я очень люблю spider cam military а как она будет поглядим спасибо за просмотр пока